Пятнадцатая глава. Я буду с тобой. Я знаю, ты привыкла быть совсем другим человеком, Эдисон. Тяжело снова найти ту девушку, когда на твои плечи свалилось так много, говорит доктор Томпсон, подносит чашку кофе к губам и тует на горячую жидкость. На этой неделе на чашке нарисованы маленькие голубые снежинки и фраза «Let it snow» с серебряными и синими буквами. Я смотрю в окно на яркое солнце и думаю о том, почему она использует зимние аксессуары, если на улице почти 80 градусов по Фаренгейту. «У тебя были друзья, ты веселилась и была беззаботна. Прости меня за сленг, но пора делать или дать сделать другим, как говорится», улыбаясь, говорит доктор Томпсон. Я ошеломлена ее выбором слов. Моя мама постоянно говорила эту фразу мне и папе, «Хотя я уже привыкла к примете доктора Томпсон, такого я не ожидала. Ты хорошо справляешься, ты строишь нормальные отношения, не упускай момент, Эдисон. Будь хорошим другом, замечательным разумным человеком, которым ты привыкла быть и которым, я верю, ты еще можешь стать». Прохаживаясь по больничным коридорам, я не могу стержать улыбку. Несмотря на то, что я волнуюсь за Мэг, я нервничаю перед встречей с ней. Я могу думать только о Зендере нашей вчерашней ночи. Когда я проснулась утром, он меня все еще крепко обнимал, и я с трудом смогла выбраться из его объятий. Все, чем мне хотелось заняться, остаться с ним в кровати, устроиться под одеялом и забыть о внешнем мире. Но сейчас я не могу так поступить. Когда я проверила свой телефон, там было сообщение от Мэг и три пропущенных от папы. Мэг сообщила, что к ней пускают посетителей. Прямо сейчас у меня хватит сил только на одну проблему, поэтому отцу придется подождать. «Тук-тук», — говорю я, просовывая голову в дверной проем в палату Мэг. Она сидит в постели и щелкает каналы по телевизору. Когда я вхожу, она одаряет меня широкой улыбкой. «Ты вовремя!» — больничные кабельные каналы, полный отстой. Я смеюсь и, подвигая стул ближе к кровати, сажусь. Она в это время выключает телевизор. «Ну, что нового?» — спрашиваю я с улыбкой, используя метод зендера, чтобы немного разрядить обстановку. Я хочу, чтобы Мэг могла со мной спокойно и свободно пообщаться. Я хочу, чтобы она знала, что я ее друг, и я здесь ради нее. Пора поменять свое поведение, и я хочу начать с наших с ней отношений. О, знаешь, все как обычно. Небольшая депрессия и попытка самоубийства. Чтобы разнообразить день, — говорит она и неловко хихикает. В воздухе повисает тишина. Мэг теребит края изнушенного одеяла у себя на ногах. «Что случилось, Мэг?» — ласково спрашиваю я. Она издает тяжелый вздох и откидывается на подушке. Она смотрит потолок и пытается подобрать слова. «Два года назад я училась в колледже. Я ходила в школу, чтобы получить начальное образование. Я все еще жила дома и ходила на занятия», — тихо объясняет она. Ее глаза все еще рассматривают потолочную плитку. Однажды вечером вечеринка слегка вышла из-под контроля, и я перепела. Мои родители всегда говорили, что я могу им позвонить в любое время, если попаду в неприятности. Я позвонила им и попросила забрать меня, так как все мои друзья были пьяны не меньше меня, а может и больше. По дороге домой отец считал мне нотацию об алкоголе, и я сказала что-то саркастическое. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня. В следующий момент я поняла только то, что вокруг нас что-то взорвалось. Он вышел навстречу, и мы столкнулись лоб-лоб с грузовиком. Они умерли мгновенно. Я отделалась вывихом запястья и раной на голове. У меня были две маленькие раны, а они расстались с жизнью. Вся моя большая семья после этого не захотела иметь со мной ничего общего. Я и до этого была белой вороной, так как была чуть-чуть дикая. Случившееся доказало, что я плохое семя. Я убила своих родителей два года назад, вчера. Наконец Мэг повернула свою голову ко мне. Все, что я хотела сделать, это обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Так я и сделала. Я поднимаюсь и сажусь на край кровати ее койки. Подвинься. Командую я, вытягивая ноги на одеяло. — Мы будем обниматься? — О, мы можем целоваться, — спрашивает она и двигается. — Тихо, не порти момент. — Говорю, я обнимаю ее одной рукой за плечи и притягиваю к себе. Она кладет голову мне на плечо, и мы долгое время сидим в тишине на ее больничной койке. — Мне жаль, что так случилось с твоими родителями. Это не твоя вина. Твоя семья — это кучка болванов. — Со злостью говорю я, нарушая тишину. Мэг издает смешок и обхватывает меня за талию. — Могу я тебе дать их телефон, чтобы ты позвонила и сказала это им? Мы вместе смеемся. Но я надеюсь, она знает, что для нее я могу сделать именно это еще больше. Я могу съездить каждому и высказать им это, если ей так станет лучше. — Прости меня. Я вела себя как дура по отношению к тебе, шепчу я. — Ты не была дурой. У тебя своих проблем хватает, и я не рассказывала тебе этого о себе. Ты не знала. Но мне следовало знать. Я никогда не была таким дерьмовым другом. Я раньше была тем человеком, которому все шли за своими проблемами. Замолкаю я. — Что случилось? Я знаю, твой отец застой. По крайней мере, был. Мне показалось, он довольно клевый, но я ничего не знаю о нем, кроме того, что работала с ним последние несколько недель. Пожимает плечами Мэг. Я, не задумываясь, рассказываю ей свою историю. Я задолжала ей объяснение. Она понимает, что раньше я была лучше, и теперь я потихоньку стараюсь вернуть себя. Не вдаваясь в подробности, я рассказываю ей о том, как потеряла маму. Кажется, не совсем правильным сосредоточиться на моих проблемах, когда она лежит в больнице. Но я хочу, чтобы она поняла. У нее слабое представление о моем отце. Только по обрывкам разговоров, которые она слышала за последний год. Она никогда не хотела вмешиваться, поэтому никогда и не спрашивала. Когда я рассказываю ей все, мы с Мэг говорим о ее родителях. Она обещает мне, что она поговорит со мной, как только почувствует приступ вины или депрессии. Больше никаких таблеток, никакой печали в одиночку. Мы обе будем лучшими друзьями друг к другу. И надеюсь, что будущее нас обеих стало чуть светлее. Мэг спрашивает о Зендере. Я не могу скрыть румянец на щеках или стереть улыбку с лица. По моему лицу видно, она узнает, что произошло прошлой ночью и издает оглушающий визг. К нам даже прибегают несколько медсестер. После того, как мы убедили их, что все в порядке, мы начинаем неутомимо хихикать. Я стесняюсь попросить совет. Хотя я не хочу нагружать Мэг своими проблемами, она настаивает. Ей нужно сосредоточиться на чем-нибудь еще, отличься от своих проблем. Я думаю, она права. Я понимаю, что уже больше часа сижу с ней в больнице. Я возвращаюсь к своим старым воспоминаниям и проблемам и говорю о новых. Чувства страха, которые обычно появляются в желудке, больше нет. Мне легко говорить с Мэг. Мне нравится иметь подругу, чтобы с ней поговорить. Я люблю Зендера. Я знаю, что могу с ним поговорить обо всем. Но иметь подругу – это другое. Я призналась ему в любви, смущенно рассказываю ей. Охренеть! Это серьезно? Более серьезно, чем потерять девственность? Я хлопаю ее по руке и прошу поговорить потише, когда заходит медсестра, чтобы проверить, что у нас происходит. Мы слишком спешим? Все слишком быстро, да? Мне кажется, что все смотрят на нас, как на сумасшедших. И моему отцу это не очень нравится. Одному Богу известно почему, жалуюсь я, закатывая глаза. Ненавижу, когда люди говорят, о боже, они женятся слишком быстро. Или они даже не знают друг друга. Какое им дело до твоих отношений? Только вы двое знаете, что хорошо, что плохо. Я уверена, что ты не занялась бы сексом с тем, в ком не уверена на сто процентов. Я видела, как он смотрит на тебя и как он о тебе заботится. Его глаза повсюду следуют за тобой, убеждаясь, что ты в порядке. Никто не скажет, тебе торопишься ты или тормозишь. Для вас обоих все происходит именно с той скоростью, с которой должно. Когда Мэг заканчивает, я шокированно смотрю на нее, удивленная ее проницательностью. Как, черт возьми, ты стала такой умной? Она пожимает плечами и одаривает меня самоуверенной улыбкой. Легко решать чужие проблемы, со своими не справиться. Мы болтаем еще несколько минут, а когда я убеждаю, что она в порядке, я обещаю позвонить позже и ухожу, чтобы она смогла отдохнуть перед встречей с одним из психотерапевтов. Копаюсь в сумке в поисках мобильного, чтобы написать Зендеру сообщение, и не обращаю внимания, куда иду и врезаюсь в кого-то. О, боже, простите, восклицаю я, глядя на блондина в больничной униформе с астистоскопом на шее. Все хорошо, я в порядке, говорит он, беззаботно улыбаясь. — Эдисон, простите, Эдисон Сноу? Я оборачиваюсь, одна из медсестер Мэг подбегает ко мне с моим мобильным в руке. — Вы забыли это в комнате Мэг. Она просила меня постараться догнать вас, — говорит она и протягивает телефон. Я благодарю ее, и она быстрым шагом уходит обратно на работу. — Тебя зовут Эдисон Сноу? — Я подумал, что видел тебя раньше. Я снова смотрю на парня, в которого врезалась. Я удивлена, что он все еще здесь. — Простите, мы знакомы? Он поднимает обе руки и вертит в руках стетоскоп. — Ты, возможно, не помнишь меня. Ты была не совсем в себе, когда я видел тебя в последний раз. — Хотя сейчас ты выглядишь лучше. Я рад, что у тебя все в порядке. Зендер сказал, что ты в порядке, но приятно убедиться в этом самому. В замешательстве смотрю на него, не понимая, о чем он, и когда он видел меня в последний раз. Но так как он знает Зендера, я полагаю, что он один из его друзей или коллег. Я не могу сдержать улыбку, понимая, что он говорил обо мне с друзьями. — Ты работаешь с Зендером? Он качает головой, продолжая таскать туда-сюда к растетоскопа. — Нет, он работает в отделении рентгена. Но мы познакомились в колледже, я стажер в скорой помощи. Там я встретил тебя. Детали по кусочкам соединяются в памяти, и по спине пробегает холод. — Мне срочно нужен литер нулевой отрицательный. Она потеряла много крови. Ты можешь сказать свое имя, не закрывая глаза? Кто-нибудь, дайте манжету для измерения давления и позвоните в операционную. Ее зовут Эдисон. Эдисон Сноу, ей 18 лет. — Эй, милая, открой глаза, давай, открой глаза и посмотри на меня. — Кровяное давление 70 на 45. Мне нужна кровь сейчас. — Эдисон, эй, все в порядке, шшш, ты в порядке. Я здесь, Эдисон. — Зендер был не себя в тот день, когда тебя привезли. Голос парня вытаскивает меня из воспоминаний. Мне все тяжелее дышать. Он продолжает. Я знаю его много лет, но я никогда не видел его таким подавленным или паникующим, как тогда, когда он пришел поговорить о тебе в котеле на носилках. Мы пытались выпроводить его, пока работали с тобой, но он был решителен, что-то связано с обещанием твоей матери. — Я не знаю. Он был единственным, кто мог заставить тебя говорить, поэтому нам пришлось разрешить ему остаться. Я ни слова не говорю ему в ответ. Я не могу говорить, я не могу дышать. Все вокруг размыто. Я понимаю, что я отвернулась от него и бегу по коридору. По щекам струятся слезы. Он выкрикивает мое имя. Я пробегаю мимо лифта. Я не поворачиваюсь и не отвечаю ему. Единственная мысль, которая проносится в голове — все это было ложью. Все между нами, каждое слово — все это было ложью. Спасибо. Продолжение следует...